Без доброты в нашем мире все уже давно бы очерствели, благо остались еще люди, которые думают не только о себе, но и о других. И не просто думают, а порой совершают светлые поступки, пускай даже маленькие, но все равно бескорыстные и ценные. Среди авторов тоже есть самые настоящие супергерои, вот только масок они не носят, ну разве что за редким исключением. Добро пожаловать на Телблог.нет и сегодня мы представляем ТАП-10 ютуберов-благодетелей. 10 место. Мармок. Говорят, чтобы достичь успеха в работе, ее надо полюбить. А достижения Марина в ютуберской карьере просто неимоверны. Почему? Да все потому, что он не просто любит то, что делает, но и по-человечески относится к тем, для кого он столько пыхтит. Из года в год, в каждую пятницу я заливаю новое чудо на канал. Ну а нестабильностью единой красны дела Мармока. Хотя регулярный выпуск роликов тоже можно считать хорошим поступком, учитывая, какие у блогера образовались проблемы из-за продакшна. Проблемы со спиной, с коленями, с сердцем, со зрением и шеей. Главное, что Марин протягивает руку помощи тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации в конце лета прошлого года. Он на свой день рождения запустил стрим и все собранные с донатов деньги отправил на благотворительность. И подписчикам сделал подарок в виде 5 часов годноты и сделал очень доброе дело. 5 тысяч долларов. Эх, красивая история с хорошим концом. И сколько таких еще будет? 9 место. Хаймен. На ютубе Андрей, как ты понимаешь, промышляет челленджами. Обычно этот формат не подразумевает чего-то прям такого благодеятельного, а просто представляется в виде развлекашек. Но тут редкое исключение. Я очень люблю животных, и поэтому я хочу, чтобы ты приютил какую-нибудь кошечку. Из приюта, конечно же. Хорошо. Спасибо за задание. Не так давно Андрюха скупил все чипсы в своем городе и раздал ребятишкам. Какой запас! А среди своих любимых подписчиков устраивается стязание, где победитель может получить неплохую сумму деньжат в качестве приза. Привет! Сегодня я этим участникам буду давать деньги за то, что они будут кушать. Ну и само собой, парень не забывает о самых близких, о людях, которые подарили ему жизнь. Ты только погляди, чем он порадовал своего отца. Как же все это трогательно. Какой прекрасный, смотри. Серый, как калина твоя. Да, прекрасный ты. У, блин. Она еще и новая. 8 место. Хесус. Такой никнейм Леха взял, по-видимому, неспроста. Ведь именно он прошлой весной поспособствовал явлению Христа народу, то есть возвращению Ивангая. Это уже как бы ого-го, какое дело. Но если серьезно, то ребята запилили совместный благотворительный стрим в пик эпидемии коронавируса, целью которого был сбор средств на помощь врачам. Подожди, давай вот сердечко покажи. Руками. Отлично, да. Все, ребята, опа. Одной трансляцией убили двух зайцев. И зрители были довольны в виде старого доброго Ваньку в дуэте с Хесусом. И при этом народ с чистой совестью кидал свои щедрые донаты, которые затем отправились туда, где они сейчас очень сильно нужны. Но я не думал, что так часто будут донатить столько денег. То есть серьезно, я вообще не ожидал. Круто же. Круто. А если покопаться, можно вспомнить еще один яркий поступок стримера. Помнишь движуху с Ice Bucket Challenge? И его смысл состоял далеко не в том, чтобы подурачиться и повеселить народ. Этот флешмоб был затеян как благотворительная акция, направленная на борьбу с опасной болезнью. И именно Хесус оказался одним из тех, кто встал на правильную сторону и внес свой значимый вклад в общее дело. Опа! Все, ребят. Все, я задонатил. Вот, вот. Пожалуйста. Close Windows. Седьмое место. Сливки шоу. Вместе со своим котейкой Куки Юра выпустил уже вагоны лайфхаков, которые могут облегчить и скрасить свою повседневную рутину. Но на держатель денег не хватило. Возьмите вилку, которой вы ели отбивную, и она отлично подойдет в роли держателя. На некоторые из них ютубера сподвигают сами зрители, присылая свои идеи и даже помогая в их реализации. Мы потратили много сил, чтобы найти и добыть этот биоматериал. Его нам предоставил один из подписчиков, по его словам, имеющим доступ к хранилищу с большими запасами этой удивительной материи. Ну а к зрителям у Юры особенная любовь. Именно канал Сливки Шоу ввел новую предновогоднюю традицию конкурс на самого крутого снеговика. А приз нехилая сумма денег. Ты только посмотри на эти шедевры и радостные улыбки на глазах людей. Много людей участвовали не ради победы, а ради участия. Но вот как можно не импонировать такому человеку? А вспомни милую историю про спасение дятликов. Наверное, птенцы уже готовы к вылету на свободу. Пустив их в комнате, они показали, что способны летать. А как он выхаживал перепелочек лучше родной мамы? Настало время отдать и этих курочек в деревню, где им будет гораздо веселее. Просто золотой души ютубер. Шестое место. Виндзи. Он человек с большим и невероятно добрым сердцем. Мало того, что Виндзяй всего себя вкладывает в производство контента для любимых зрителей, так ютубер еще успевает и в жизни кого-то спасать. А то, с каким энтузиазмом блогер подходит к своей задумке, заслуживает отдельного уважения. У нас с тобой будет вот эта вот неделя стримов. Все донаты я буду кидать туда. Все, что ты кинешь, я скину на благотворительность. Плюс добавлю, конечно же, немного денег из своего кармана. Два года назад была целая неделя благотворительных стримов. Виндзяй поддержал даже братишкин, который залетел на один из стримов и значимо поднял актив. За три дня Виндзяй смог собрать почти 200 тысяч рублей. Хорошую помощь в этом оказал стример Братишкин, который вчера присоединился к благотворительному стриму и за пять часов помог собрать чуть больше 100 тысяч рублей. В итоге получилось поднять неплохой куш и все на блоге дела. И последнее 40к. Мы с тобой скинули 100, 40, да, 180 и 20 я скину своего кошелька. А еще я бы отметил, что даже при весомых переменах на ютубе, блогер в первую очередь думает о тех людях, которые его смотрят и благодаря которым он, по сути, может воплощать все свои задумки в жизнь. Я считаю, это наиболее лучший вариант, тем более, что эти 10 секунд, 15 секунд, я не знаю, сколько там пропустить нетрудно, но зато вам от этого будут ништяки. И это здорово. Пятое место. Литвин. Александр тоже нескопно добрые поступки, располагая медийностью и большим притоком денег. Блогер не становится эгоцентричным и наоборот, нередко примеряет на себя костюм доброго волшебника, чтобы сотворить чудо. Главное напомнить людям, что в этом мире все еще существует добро, неравнодушие и безвозмездное желание радовать. Особенно в Новый год. Да, ты сейчас видел, как Саня в образе Деда Мороза дарит прохожим новогоднее настроение и подарки, на которые потратил целый лям. И о бедных детишках блогер тоже не забывает. Посмотри, как детвора рады приезду блогера, да еще и не с пустыми руками. Но у каждого в группе, в квартире, будет ноутбук. Ура? Да! Помощь многодетной семье – это вообще поступок на века. То, что Литвин с командой сделал, сложно назвать обычным ремонтом. Потому что мама с ребятнёй считает абсолютно новую квартиру. Вам сказать то, что мы безумно надеемся, что вы оцените, как бы, как, ну, по-русски говоря, подгон этот от нас. Сохраните это максимально, а то и улучшите. Только, то есть, ни в коем случае, чтобы эта квартира не деградировала, а только развивалась и улучшалась. И отношения в самой семье, как мы с вами тогда разговаривали, вот, то, что все строится на взаимоотношениях. А самое главное, дети сейчас маленькие, и они с вас берут пример. Ну и куда же без близких и друзей? Особой любовью Саша пропитан к своему отцу, которого, к сожалению, уже нет с нами. Перепросмотр роликов с батей уже вызывает несколько другие чувства. Их сложно передать словами. Чё скажешь? Ай, б***ь. Ну, а можно сказать одно, Литвин старший может быть спокоен, ведь воспитал очень достойного и великодушного сына. Четвертое место. Бустер. Хоть с виду Славик смахивает на смешливого паренька. На самом деле, за ширмой образа спрятан чувствительный и добросердечный человек. Самому блогеру пришлось пройти нелегкую школу жизни, поэтому он отлично понимает, насколько дерьмовые моменты случаются порой, и насколько важна рука помощи. У меня тоже были проблемы со здоровьем, когда у вас денег не было в семье, и даже самые ближние люди, типа, не давали денег, понимаешь, от которых вообще такой... То есть, а что ждать вообще от других людей? Я поэтому говорю, что мы настолько... Типа, вот так, знаешь, что всем надо другу по***ться, грустно, б***ь. Чё, 40 тысяч? Если у тебя есть возможность помочь, это надо обязательно делать. За прошлый год чего только не было. Благотворительный стрим, собранные деньги которого пошли в фонд помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Затем подсобил одной стримерше, когда помог собрать 500 тысяч на адвоката для её мамы. Тысяч три, я уже тысяч шестьдесят, брат, скинул, тоже не хо** ходит. Ну там, прикинь, какой сейчас поток донатов, там... Да, сейчас там. Потом помог уже другой девушке, чьей матери срочно требовались деньги на лечение тяжёлой болезни. Причём сумма нужна была приличная, миллион рублей. Остаётся лишь надеяться, что люди перестанут быть равнодушными и возьмут пример со славы. А главное, поймут, что... Круто делать добрые дела, это реально хо**. Третье место. Сани Шоу. Встать горой, защищать беззащитное создание, вынужденная терпеть ужасные муки, поступок крайне отважный и заслуживающий признания. Саша спасает братьев наших меньших, выхаживает их и возвращает к нормальной жизни. На первый взгляд котик выглядел как типичный бездомный котёнок. Грязный, худой и до безобразия некрасивый. Но его глаза горели желанием жить, а взгляд будто просила помощь. Жизнь бездомных кошек-собак может показаться сущим кошмаром. Ни тёплого крова, ни еды, ни малейшего проявления ласки. Вместо этого бесконечное скитание по грязным переулкам. Но сейчас не время о грустном. Сколько котят и щенят были спасены ютубером. Тут вспоминаются истории со спасением пушистика от клещей и спасение новорождённого котёнка. И помощь маленькому пёсику, который прибился к блогеру чисто случайно. Поздно вечером мы прогуливались со своей собакой, и к нам подбежал этот маленький кобелёк. Он дрожал от холода и очень сильно просился на руки. Посмотришь на облезлых и щупленьких питомцев, и аж слёзы проступают сквозь веки. Скажу вам честно, порой даже проскакивала мысль, что мы его уже не спасём. Можем лишь поблагодарить Санька за его бесценную и бескорыстную работу. Второе место. Куплено. Место Димки в сегодняшнем топе не поддавалось никаким сомнениям. За многие годы проведённые на хостинге летсплейщик чего только не успел натворить. В хорошем смысле, само собой. Хе-хе-хе, еп твою, вот это поворот. Можно было сказать, что сам контент бородача уже подарок свыше. Ведь без него ютубы, в частности гейм-сегмент, знатно бы обеднели. Однако купленофф не ограничивается одним лишь клепанием видосиков. Ютубер нередко проводит прямые трансляции, на которые бывает не только катает в игры и общается с аудиторией, но и делает нечто большее. Как ты понял, речь идёт о благотворительности. В нелёгкий период распространения коронавируса Дмитрий организовал стрим, на котором удалось собрать более миллиона рублей на помощь врачам. Согласись, не мелочь. Миллион сто пятьнадцать тысяч рублей. И они ещё продолжают поступать. Это не единственный случай. Довольно приличная сумма набралась и три года назад, которую купленофф пожертвовал на помощь людям, страдающим онкологией. Как и в прошлом примере, речь идёт о человеческих жизнях, поэтому такие поступки достойны безграничного уважения. Объединившись, вы собрали 671 тысячу рублей. Это значительная сумма, и она поможет ребятам, борющимся с онкологическими заболеваниями, проходящим длительное и сложное лечение. И первое место. Абракадабра ТВ. Стабильно каждую неделю ютубер делает этот мир чуточку лучше. Хотя если сложить всё, что он сделал, то получается вовсе и не чуточка. Сколько людей счастливил Александр, сколько мечт было им исполнено. Всё это не уместится в один ролик. Не, ну это, Гена, это же лучше, чем на улице жить. Бездомные пенсионеры, дети, даже обычная прохожая с детьми, ни для кого ютубер не пожалеет своей доброты. На самом деле, бабушки вообще не ожидают такого подарка. Видимо, им в диковинку наблюдать такое, потому что, ну, вряд ли когда-то за них платили в магазине. Для того, чтобы сделать добро, зачастую приходится потратить не только время, но и деньги. Однако Александр ничуть не жалеет израсходованных средств, ведь может быть уверен, что они нашли лучшее применение. Сколько добрых историй со счастливым концом подарил нам автор, который даже лицо своё не показывает. Сюжет выходит словно в сказке. Оказывается, есть среди нас настоящие супергерои. И сегодня у меня есть такая задумка. Исполнить ваше желание за 24 часа. Не словами, а действиями. Абракадабра забирает почётное звание главного благодетеля Ютуба и огромный-преогромный респект от всех нас. А ты согласен с составом этой святой десятки? Или считаешь, что мы про кого-то забыли? Обязательно пиши свои мнения и в комментариях. А также не забудь подписаться на наш канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Ну и в Телеграм-канал тоже заглядывай. Весь там. Регулярно вместе общаемся, проводим подобные опросы и орём над угарными мемчиками.